Всем привет, любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу, какой топ-трансфер может совершить Донецкий Шахтер, новом клубе Андрея Ярмоленко, контракте Александра Петракова и многое другое. Друзья, а перед началом видео я хочу порекомендовать вам надежного букмекера, а именно париматч. Там всегда надежные выплаты и есть на что поставить. И не забывайте, что под видео вы можете найти ссылку на бонус от париматч. Ссылку вы найдете в закрепленном комментарии. Похоже, Донецкий Шахтер продолжит усиливаться дорогими и классными игроками. Горняки соревнуются за аргентинского таланта Риверплейд Хулиана Альвареса, об этом сообщает авторитетный журналист Джан-Луиджи Лангари, который, к слову, первый заявил о том, что Шахтер интересуется лосиной траре. Сообщается, что Донецкий Шахтер готов заплатить за игрока 20 миллионов евро, чтобы выиграть гонку за футболиста у других европейских клубов. К 20-летнему нападающему, который сейчас является лучшим бомбардиром аргентинской премьеры, также проявляет интерес топ-клубы Европы, такие как Реал и Ювентус. В нынешнем сезоне он провел за Риверплейд 16 матчей, в которых отметился 15 уголами и 6 ассистами. От себя добавлю, что этот слух, скорее всего, правдивый, ведь, во-первых, журналист, который сообщил эту информацию, первым рассказал, что лосина траре может перейти в Донецкий Шахтер. Ну, а во-вторых, Дед Зербе на одной из послематчевых пресс-конференций рассказывал, что Шахтеру нужно хорошее качественное усиление. Конечно, этим игроком еще интересуется Реал и Ювентус, но эти клубы редко покупают напрямую из южноамериканских клубов и больше покупают через какой-то клуб-переходник, например, там, Порту, Бенфика, или это Шахтер, или еще какие-то клубы. Поэтому, несмотря на интерес со стороны топ-клубов, я думаю, есть хорошие шансы, что такой футболист перейдет в Донецкий Шахтер. Но пока я монтировал видео, Роберто Дед Зербе подтвердил интерес к Альваресу. Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Также Шахтер проявляет активный интерес к 16-летнему атакующему полузащитнику Артуру Вендероске. Как сообщает бразильское издание NetFlu, кроме горняков, интерес к игроку проявляют английские Ливерпуль и Манчестер Сити. Отмечается, что все три клуба внимательно следят за выступлением футболиста в юношеских и молодежной команде Флуминенце, однако официальных предложений пока не поступало. Артур Вендероске считается одним из наиболее талантливых воспитанников в нынешнем составе Академии Флуминенце. В марте нынешнего года Ховбек подписал новый профессиональный контракт, срок действия которого рассчитан на 5 лет. Также добавлю, что если такой трансфер, например, состоится, то переехать в Европу он сможет только после того, как ему исполнится 18 лет. К слову, в феврале к Шахтеру должен присоединиться Винюсю Стобиас, которого горняки подписали еще летом, но 18 ему исполнится только этой зимой. Александр Петраков наконец-то избавился от приставки исполняющей обязанности и теперь полноценный главный тренер национальной сборной Украины. Вечером 17 ноября ОАФ подтвердила Александра Васильевича на пост тренера сборной, а его контракт будет действовать до конца 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре. Но также в контракте есть опция продления до июля 2024 года, то есть до завершения Евро-2024. Правда, я думаю, что в случае, если Украина не пробьется в финальную часть чемпионата мира, то навряд ли Петраков доработает свой контракт. А к новому сезону Лиги наций, который начнется в начале июня, будет готовить новый тренер, и скорее всего это будет Сергей Ребров, у которого контракт с Аль Айном всего на один сезон. Полузащитник сборной Украины и английского Весхема Андрей Гермоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, об этом сообщает местное издание «Фанатик». По информации источника, услуги 32-летнего украинского вингера были предложены агентами турецкому Трабзанспору, который ищет усиление в зимнее трансферное окно. Помимо Ярмоленко, турецкий клуб рассматривает кандидатуры Эдина Вишчи и Кристиана Тельо. Напомню, что действующий контракт Ярмоленко с молотобойцами рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 12 поединков во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. У Андрея Шевченко появились первые серьезные проблемы перед матчем с Ромой. Как сообщает официальный сайт Джену, лидера команды Доминика Кришито и Филиппе Кайседа не смогли завершить одну из тренировок команды, из-за чего их участие в матче против подопечных Мауриньо под большим вопросом. Сообщается, что в ближайшее время будет сделано более точное обследование и будет понятно, насколько серьезны повреждения. Также под вопросом участия лучшего бомбардира команды Матио Дестро и до сих пор в лазарете находятся центральные защитники Матио Бани и Никола Максимович. Кстати, напишите в комментариях, получится ли у Шевченко начать клубную карьеру хотя бы ничьей в матче против Ромы. Друзья, ну а я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Как думаешь, если будущее у Металлиста 19-25, сможет ли он выжить с условием того, что Металлист будет играть со следующего сезона в УПЛ? Вообще, Харьков, как по мне, это единственный город в Украине, на который может на две команды ходить хорошо. К примеру, можно взять, например, сезон 2005-2006-2007, когда на ФК Харьков ходило так же нормально людей и не на много меньше, чем на Металлист. Конечно, Металлист она начал развиваться все дальше и дальше, и со временем, конечно, возможно, это и выдавило ФК Харьков, и закончился этот проект. Но все равно на вторую харьковскую команду ходило достаточно зрителей. Конечно же, с выходом Металлиста в УПЛ 19-25 потеряет какую-то еще часть аудитории, но на них все равно будет ходить нормально людей. И если они не будут показывать какие-то ужасные результаты, и будут результаты, например, как сейчас, где команда побеждает у команд, у которых должна набирать очки там, где это возможно, то, в принципе, на команду будут продолжать так же ходить 5-6-7 тысяч человек, что, в принципе, нормально. Конечно, хочется верить, что эти команды будут вместе существовать в Харькове. Это круто иметь две команды в премьер-лиге. Совсем недавно в Харькове даже не думали о УПЛ, а сейчас у нас сразу две. Конечно, дерби Ливерпуль-Эвертон, или Манчестерское дерби, или Миланское дерби, такого, конечно, не будет, но ажиотаж, я думаю, будет хороший. Второй вопрос. Как оцениваешь шансы сборной на проход чемпионата мира? Конечно же, нужно дождаться жеребьевки, но в целом я считаю, что если выпадет не Италия, то шансы с любой командой 50 на 50. Ну вот реально, разница между, конечно, разница между Португалией и Уэльсом есть, но мне кажется, что для нашей сборной разницы с какой командой играть абсолютно нет. Потому что если вспомнить, какие у нас результаты были на протяжении всего календарного года, то мы можем и в ничью с Казахстаном сыграть, можем сыграть в ничью и с чемпионами мира, можем еле выиграть у Македонии, можем обыграть Швецию, и за исключением Италии, шансы с любым соперником 50 на 50. Третий вопрос. Чи сможет Прокарпатти перейти в премьер-лигу? Конечно, я понимаю, почему задан этот вопрос. Прокарпатти сейчас неплохо поднялось к топ-4, но, думаю, шансов на выходы в премьер-лигу у них нет никаких. Потому что, как всегда, все упирается в деньги. Нужно делать инфраструктуру, а у них инфраструктуры нет. Да, у них есть хороший стадион, большой рух в Ивано-Франковске, но он второй категории, а стадион второй категории может принимать матчи первой лиги и до 1-4 Кубка Украины. Ну а с выходом в УПЛ нужно будет увеличивать и бюджет самой команды. Например, сейчас, наверное, бюджет Прокарпатти около 15 миллионов гривен, а вот если выйти в УПЛ, им надо будет где-то 1,5 миллиона долларов минимум. То есть это 40-45 миллионов гривен. Увеличить бюджет в три раза, я думаю, таких денег нет и планов таких нет. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.